Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Юлия Ефременкова будет пробовать себя в роли ведущей на Сейшелах. Пока неизвестно, летит ли с ней Сергей Кучеров в их паре конфликт. Юля говорит, что если вдруг ей придется выбирать, она всегда выберет любовь, а не карьеру. Иосиф Аганесяна и Алиса Литинская отправились на Сейшелы. Саша Черно до слез расстроилась, потому что их пару разделяют уже в третий раз. Она даже предложила сделать сейшельскую свадьбу, лишь бы ее тоже отправили на остров. Но Иосиф пока не хочет свадьбы. А Виталий Малышев совсем не расстроен, что ее девушка уезжает. Он надеется, что их разлука пройдет с легкостью и они скоро увидятся. Саша Шева, которую оставили на Сейшелах, чтобы она строила отношения с Денисом Ковалевым, охладела к мужчине. Ковалев просится на поляну. Таня Мусульбес пишет о том, что она наконец-то по-настоящему счастлива. К ней на проект пришел бывший парень Виктор Литвинов. У ребят сейчас в отношениях все хорошо. Ольга Рапунцель не хочет быть вместе с Кириллом Щетининым. Он для нее простоват и годится только для дружеского общения. Она просит его съехать в мужскую спальню. Зрители сравнили фотографии Ольги из Инстаграма, которые были сделаны два месяца назад, и кадры одного из последних выпусков Дома 2. Как ни странно, но видно резкое уменьшение ее беременного живота. Так что, скорее всего, она использует специальную накладку для имитации беременности. Или использовала накладной живот на раннем сроке, а теперь отказалась от него. Мама Майи Донцовой собирается на остров любви. Она считает, что ей уже пора навестить сладкую парочку на острове, потому что Алексей Купин очень плохо относится к ее дочери Майи Донцовой. «Зятек засвездился, это уже перебор», – пишет Донцова. Алиана Устиненко подсчитала, какую сумму она тратит в месяц. Это очень немаленькая сумма – 254 тысячи рублей, не считая годовых расходов. И, как уверяет Устиненко, такие деньги она зарабатывает в сетевом бизнесе. Саша Задойнов стал новым кастинг-директором Дома 2. Он будет ездить по гастролям с Ольгой Бузовой и подбирать новых участников для проекта. На этих фотографиях Задойнов со своей девушкой, которая поддерживала его на кастинге в Ярославле. Вика Боня попала на обложку нового журнала Дом 2. Она рассказала о воспитании дочери и о своих отношениях с новым бойфрендом. Ольга Бузова теперь будет вести новую передачу «Бабий бунт» на Первом федеральном канале. Программа выйдет в эфир 27 ноября. Недавно Бузова, Бородина и Дарья Пынцарь посетили торжество, посвященное 30-летию Марии Погребняк. Во время вечеринки было сделано очень много снимков, но ни на одном из них Ксении и Ольге нет вместе. Похоже, что слухи об их разладе – это правда. Ведь совсем недавно Бородина заявила, что Бузова ей не подруга, а просто коллега по работе. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok